Ну, давайте, наверное, потихоньку начинать. Там, кто захочет, подтянется. Ну, как вы догадались, зовут меня Родион Бирькович. Я академический руководитель Центра республиканских исследований. И, соответственно, хотел бы сразу говорить, что я являюсь составителем антологии, по поводу которой мы сегодня собрались. То есть у меня задача, на самом деле, была довольно скромная. Составить её и написать некоторые предисловия, видения, что я сделал. Поэтому я от небежности какой-то большой ответственности за то, что там написано, по понятным причинам. И поэтому хотел бы сегодня поговорить о некоторых вещах, тем не менее, с этой антологией связанными. Ну, во-первых, о том, почему я её сделал, какую, мне кажется, роль она может выполнять. Ну, и немного поговорить, собственно, о самом либертарианстве, раз уж мы собрались. Думаю, что кто-то из присутствующих хотел бы услышать мои суждения по этому поводу, поэтому об этом тоже поговорю. Значит, что касается самой антологии. Почему вообще я этим проектом занялся. А занялся им, на самом деле, довольно давно, если кто-то читал «Кровь патриотов» или, во всяком случае, в печатном её варианте, а не в адаптированном для интернет-чтении добродетельными либертарианцами. Вы видели в конце, там было предупредомление, что мы собираемся вот издать две антологии, которые, собственно, вот мы и одну издали, а вторая скоро выйдет. Ну, дай бог, я имею в виду с Владимиром Данем. Либертарианство и американский консерватизм. Консерватизм, если всё будет в порядке, выйдет, я думаю, ближе к осени. Хотя сейчас такая обстановка, что ещё ничего не известно, что там выйдет, не выйдет. Но я думаю, что всё будет в порядке. То есть проект достаточно долгий, так получилось просто, что он затянулся несколько. Я сразу говорю, я не либертарианец. Ну, то есть для, так сказать, под запись, да? Я не либертарианец, но это не означает, что я не считаю нужным проговаривать те вещи, которые в либертарианстве я считаю важными. И те вещи, которые имеют значение не только для либертарианцев. Если бы это была какая-то локальная такая сектантская вещь, которая нам зачастую и является, мне было бы, конечно, неинтересно. Но я вижу в либертарианстве те смыслы, те интуиции, те идеи, которые мне кажутся принципиально важными, которые нужно проговорить. Это во-первых. А во-вторых, я исповедую, так сказать, принцип, в соответствии с которым люди должны мыслить, опираясь на максимально доступный объём информации. И в текущих условиях, когда объём информации нам постоянно сокращают, несмотря на все технологии, интернет и т.г. и т.п., на самом деле объём информации, который люди действительно воспринимают, он сокращается. То есть любой из вас, кому там больше, я не знаю, 25-ти, наверное, может быть, 30-ти лет, знает это на своём примере, что если там в 90-е, например, информации было меньше с точки зрения того, что технически было сложнее достать, там, книжку какую-то найти или там пластинку, диск и т.д., но интенсивность её восприятия и потребления была гораздо выше. Сегодня, когда вроде бы всё это доступно, открыто, да, зашёл в интернет, прочитал, там, скачал, послушал, на самом деле интенсивность восприятия гораздо ниже. По разным причинам, но вот есть какая-то такая странная немного связь. И поэтому, мне кажется, принципиальным сегодня, когда этот поток информации на самом деле сокращается, выполнять функцию, скромную достаточно, некого такого кристалла, который концентрирует информацию и доносит её в той форме, которая, мне кажется, всё ещё сохраняет некоторый флёр старого мира. То есть, иначе говоря, понятно, что можно полезть в интернет, что-то читать и т.д., но, тем не менее, сейчас всё важнее становится вступать в некоторый более интимный, если угодно, диалог друг с другом. То есть, когда я вам сообщаю, что мне кажется важным, вот, например, в либертарианстве, для того, чтобы либертарианство стало чем-то более сложным, интересным и глубоким, чем то, как оно представлено, условно, в сознании человека в интернете, для которого есть, как это называется, политический компас, вот здесь эти, вот здесь эти и всё, в общем, всё понятно. Ну, там фашисты, там анархисты, там либертарианцы, там ещё кто-нибудь. И, дескать, мир простой. Всё, собрались, я поднял этот флаг, вы другой, я нацепил этот значок, вы другой, вы этот мем публикуете, я третий. И как бы все разошлись по своим комнаткам, и ничего не происходит. Потому что это и нужно эстеблишменту. Чтобы мы все просто взяли себе значок, прикрепили себе и ходили. Мы говорим, я там анархо-капиталист, а я там фашист, а я там коммунист, например. И всё, всем прекрасно. Это и называется, на самом деле, современный капитализм. Квинтэссенция которого – это футболка с Че Геварой. Да, то есть, вам продали революцию. Вы надели на себя футболку с Че Геварой, и вы чувствуете, что вот я участвую в политической жизни. Но эта логика, которая началась с банальных вещей в виде футболка с Че Геварой, проникает с помощью, в том числе, средств телекоммуникационной сети интернет. Тотально. То есть, всё становится таким. Нас заставляют мыслить в категориях схем, в категориях полочек. Вот как здесь книжки стоят на полочках. Здесь понятно, здесь как бы для удобства. Она всех заставляет так мыслить, чтобы у нас всё было понятно. Вот эта полочка, значит, там, с правыми. И если я левый, если я на другой полочке, я, значит, должен тыкать туда пальцем, говорит, плохие люди, дяди, плохие дяди, не смотри туда. И наоборот. Я могу даже не читать не то, что на той полке, на самом деле не то, что на моей полке. Потому что это никого не интересует. Главное, какой я себе флажок выбрал. Вот в Твиттере, знаете, там, я не знаю, у меня самого нет этого аккаунта, но когда мне скидывают ссылки, значит, найти, то там у всех возле имени какой-то ряд флажков. Там такие и сякие, что это, зачем это. Как это влияет на вашу жизнь, как это влияет на ваше сознание, непонятно. Да никак не влияет, потому что никакого процесса-то не происходит. Вопрос вот там, значит, кто плохой, кто хороший. И поэтому мне кажется принципиальным, и это моя принципиальная позиция, говорить, достаточно эмоционально, зачастую, говорить о вещах, с которыми я, может быть, и не согласен, но которые, во всяком случае, позволяют расширять пространство для реального разговора. Не разговора в виде обмена картинками, а разговора в виде какого-то мышления, рефлексии, не обязательно даже спора. Понимаете, в наших условиях, как бы сказать, не до споров, если честно. То есть, я тут исповедую принцип председателя Мао, пусть расцветет тысяча цветов. Понимаете, пусть лучше расцветет, потом они будут там, пусть они грызутся друг другу, хорошо, но потом, когда они расцветут, а не когда нам, значит, заранее скажут, что нам думать, в каких терминах нам нужно проговаривать там и так далее. Нет! Давайте читать и давайте думать. И поэтому, в том числе, мне было важно, что мы это издаем на бумаге. Ну, не мы издаем, Владимир Дали издает. Потому что это еще один важный момент, что в нашей реальности нам все время сокращают количество вещей, которым мы можем вот по-человечески просто быть, я извиняюсь, привязанными. То есть, в нашем современном мире у нас есть вот эта экономика временного пользования, да? У нас сейчас временное все. Вот вы такси наняли, а вот вы квартиру наняли, а вот вы там уже все, музыку наняли вы уже. Вы уже теперь не владеете компакт-диском или пластинкой, вы просто владеете подпиской на что-то, что никогда вам принадлежать не будет, вы никогда это не сможете даже подержать в руках. Таким образом, вас все время отрывают от действительности. Вы теперь становитесь исключительно частью какого-то потока в интернете, который, ну, периодически что-то там где-то схватит. Поэтому мне кажется очень важным издавать книги, покупать книги, читать книги бумажные. Потому что они как бы немножко фиксируют нас в этой реальности. Эта реальность становится более материальной. Мы можем за них держаться, мы можем себя ими ограждать в каком-то смысле, как определенным таким бастионом в мире, где нас пытаются этого всего лишить. Ну, это кратко просто о том, почему я считаю, нужно вообще делать такие вещи. Несмотря на то, что, повторюсь, я либертарианцем себя не считаю, никогда не считал. Теперь что касается, уже переходя к самому материалу. Ну, понятно, жанр антология. И понятно его заведомое ограничение. Что антология никогда не будет полностью стопроцентно, так сказать, репрезентативной. В том смысле, что все, вот там именно те и только те тексты, которые вот нужны, чтобы понять, что такое либертарианство. Но нет, конечно, это невозможно. Ну, в силу характера явления. Да, либертарианство это слишком обширное явление для того, чтобы мог быть какой-то точный и правильный набор текстов. Разумеется, это не так. И разумеется, он всегда будет в той или иной мере произвольным. И на самом деле еще одно, так сказать, это как шар, пожалуйста, замечательно. Пусть будет пять антологий либертарианства. Пусть кто-то еще соберет и издаст какую-то другую антологию. Я буду только этому рад. Чем больше этого будет, тем лучше. Но я собрал то, что я собрал. И я постарался собрать такой материал, который довольно разнообразный, разношерстный и довольно эклектичный в разных смыслах. И с точки зрения времени его создания, и с точки зрения географии его создания. Хотя преимущественно это, конечно, по-моему, все там англосаксы. Потому что так или иначе все-таки либертарианство исторически преимущественно связано с англоязычными авторами. И что самое может быть важное, с точки зрения жанров, если угодно, текстов, которые там представлены. Потому что, ну, либертарианство, нужно признать, это феномен довольно значительный. То есть он может быть в политическом смысле, так сказать, реал политик довольно маргинален. Но с точки зрения своей какой-то внутренней жизни, это уже достаточно богатая культура, традиция, называйте как угодно. И, конечно, в ней есть разные люди, которые расставляют по-разному акценты. Именно поэтому этот андологий, этот сборник такой разношерстный, потому что я бы хотел показать не какую-то единую монолитную теорию либертарианства. А показать некоторое внутреннее богатство этой сложившейся, небольшой пусть, но тем не менее, традиции, в которой каждый может быть обнаружить для себя то, что именно ему интересно. Что именно ему нужно. Или куда он дальше хочет самостоятельно, что называется, копать. Поэтому никакой претензии, конечно, на то, что это вот ты прочитал, стал либертарианцем или отверг либертарианство, здесь быть не может. Тут не надо что-то отвергать или полностью принимать. Это повод заинтересоваться. Конечно, честно говоря, изначально я ее задумывал как работу не столько для либертарианцев, которые, наверное, в значительной степени могут быть знакомы с текстами, которые там представлены. Я бы хотел как раз скорее обвести либертарианство, скажем, в более широкое пространство для обсуждения и изучения. Ну, если угодно, нормализовать либертарианство. Сделать его поводом для разговора, ну, например, в университетской аудитории. Да, потому что, ну, следует признать, что сегодня по тем или иным причинам, которые бы не хотел вдаваться, либертарианство продолжает оставаться, и не только в России, довольно маргинальным феноменом с точки зрения восприятия, так сказать, внешним мира. Ну, не хочу вдаваться, в общем, у меня есть личные, так сказать, претензии по этому поводу ко многим людям, но я про это не буду сегодня говорить. Но мне бы хотелось сделать, что я могу, для того, чтобы эта книга, этот сборник, эта антология могла появиться в университетской аудитории. Чтобы люди могли сидеть и обсуждать предмет на что-то, да, не бросаться друг другу лозунгами, например, да, вот, например, давайте почитаем, давайте обсудим, что вы думаете. И поэтому, в том числе, я хотел, чтобы там были разные тексты, тексты разной степени академичности, разной степени интенсивности, идеологической нагруженности, подачи материала. Тексты, которые себя не преподносят как либертарианские тексты, а которые мы постфакту можем рассматривать как либертарианские тексты. Я хочу подчеркнуть, что у либертарианства нет четко очерченной границы, да, где мы можем сказать, вот это либертарианство, а вот это не либертарианство. Ну, по разным причинам, в том числе потому, что нет никакой догматики, потому что нет никакого автора, который мог бы быть своего рода Марксом для либертарианства. Да, в случае с марксизмом тут несколько, допустим, проще, да, не про, ну, не совсем просто, конечно, потому что понятно, что за сколько уже там, почти два века существования и марксизм уже превратился в очень широкую рамку, да, но тем не менее, если, во всяком случае, Маркс, да, для либертарианства нет своего Маркса, и поэтому мы не можем сказать, что что-то либертарианство точно, а что-то не либертарианство. Хотя, конечно, есть немало людей, которые бы хотели разговаривать именно в этих терминах, чему я, конечно, всячески противлюсь. И поэтому, но тем не менее, когда я составляю антологию, понятно, что я тоже привношу определенную степень личного некоего взгляда. Но это не проблема, это, на мой взгляд, пардон, как раз то, что нужно, чтобы мы просматривали эти феномены через призму, свою тропинку в эту сферу, с которой вы можете не согласиться, в конце концов, выбрать какую-то другую, но тем не менее. И поэтому, конечно, любая антология, любой подобный сборник, как любой, например, учебник, да, есть не только, может быть, и не столько процедура включения чего-то, сколько процедура исключения. Потому что, понятно, чисто статистически, большую часть либертарианства я оставил за пределами. Да, я включил очень узкий круг текстов в персонале и тем. И он, конечно, в этом смысле нагружен. Но чем я руководствовался, помимо желания некого такого широкого взгляда? Я, конечно, сразу признаюсь, и я об этом пишу и в обведении, в том числе, что для меня интересно либертарианство в его, ну, скажем, максимально радикальной версии. Под которым я понимаю анархокапитализм и все, что к этому, условно говоря, введет. Почему я сейчас тоже про это проговорю, но тем не менее, я просто заранее признаюсь, да, что для меня либертарианство, о котором интересно вообще говорить, это традиция, которую в 20 веке стали называть анархокапитализмом. Потому что варианты менее радикальные, но они теоретически, на мой взгляд, более проблемными являются. А с другой стороны, ну, как бы они в меньшей степени позволяют быстро схватить саму суть, сам корень, да, вот, собственно, радикс, корень. То есть, что является содержанием, чувством этой точки зрения. И поэтому, понятно, что не все тексты, которые там включены, в буквальном смысле анархокапиталистические, в том числе и с точки зрения хронологии, да, то есть люди в 19 веке, например, там не знали, что они анархокапиталисты, ну, допустим. Но тем не менее, постфактум мы понимаем, что это, или я так понимаю, в всяком случае, что это часть традиции, которая, в конце концов, приводит нас вот к этой логике. Так вот, в антологии, соответственно, включены, как я уже сказал, тексты разных жанров. И я просто несколько обозначу, может быть, эти жанры, и что мне кажется в них важным, и что мне кажется менее важным. И начну с менее важного. Это тексты в жанре критики отдельных форм социальных феноменов и институтов, которые с точки зрения либертарианцев сегодня существуют неадекватно, а то есть контролируются государством. И, соответственно, широкий жанр литературы либертарианской это тексты, в которых предлагается критика, ну, например, государственной монополии на ту или иную социальную функцию. Ну, там, допустим, дороги, полиция, армия, понятно, да, то есть либертарианцы пишут, нет, дороги можно строить в частном порядке, частные охранные предприятия могут выполнять функции безопасности. Ну, этот жанр ясен. На самом деле, если открыть какой-нибудь там journal of libertarian studies, то там 80% текста будут посвящены именно этому. Ну, что, дескать, гораздо эффективнее будет, если, например, там, медицина, образование или еще что-то такое будет осуществляться, то есть предоставляться как услуга, на частном уровне. Но для меня этот жанр, я его представил там, безусловно, для меня этот жанр наименее интересен. Почему? Почему? Потому что, на самом деле, он не выводит нас, читателя, за пределы, ну, некоторого типа мышления, который, на самом деле, является контрпродуктивным для и либертарианства в частности, и для политической философии в целом. Почему? Потому что, когда либертарианец или кто-то иной начинает спорить по поводу того, например, а кто эффективнее построит там дороги государства или там какое-то частное лицо, то, на самом деле, он остается на поле языка, который навязан извне. То есть это заведомо проигрышная позиция. Потому что человек, значит, он что должен делать? Он, значит, должен доказывать, там, экономически или еще как-то, да, что вот есть более эффективные или менее эффективные средства. Ну, во-первых, он может это не доказать. То есть он может, там, выбрать какую-то методологию, которая приведет к неудобным для него результатам и будет плохо, да, или, там, сторонник государства, там, методист, скажет, а нет, вот есть факты, которые показывают обратно. Вот и поговорили, что называется. Но самое важное, что сама метрика выбирается принципиально неверной, потому что выбирается заведомо, на самом деле, целая этическая модель, в рамках которой таким образом как бы предлагается либертарианство. Фактически предлагается криптоутилитаризм. То есть нам предлагают сравнить две, ну, или, там, больше каких-то моделей с точки зрения достижения какого-то, значит, общего блага в смысле наибольшей полезности. Да, ну, что такое утилитаризм? Это этическая теория, в соответствии с которой оценка тех или иных, например, политических институтов, феноменов и так далее происходит с точки зрения максимизации некой общей полезности, да, максимальное счастье для максимального количества людей. Но проблема состоит в том, что тем самым мы, на самом деле, из области политической философии уходим, мы не рассуждаем о фундаментальных вещах. Мы просто сравниваем какие-то институты с точки зрения того, как будто мы уже решили, а что, собственно говоря, важно. То есть мы не определили, а зачем мы их вообще сравним. Ну, я сейчас не буду вдаваться глубоко в проблему утилитаризма, но просто если их обозначить очень коротко, то с нами в претензии стоит, а зачем вообще мы оцениваем категорию эффективности. Ну, то есть какая разница, например, кто эффективнее строит дороги, государство или частный собственник, если, например, мы вообще-то не считаем важным. То есть мы, наверное, наиболее известный русскому человеку пример критики утилитаризма, а это Достоевский с его, значит, слезой младенца. То есть какая разница, что там будет эффективно, если это будет стоить даже там слезы младенца, условно говоря. Вот если мы завтра, например, узнаем, что счастье наступит, вот для всех максимально полноценно, если вот, например, мы ребенка зарежем, например. Из этого будет следовать, что мы должны зарезать ребенка. Ну, эффективность же повысится. Ну, допустим, вот все будут выкладки, расчеты и так далее. Но что-то, какая-то интуиция этому препятствует. Мы скажем, ну как, ну, какие могут быть там эффективности, если ребенка мы зарежем. Но утилитаризм не дает ответа на этот вопрос. Почему? Ну, потому что его логика иная. Значит, надо зарезать, если, значит, максимизируется полезность. Тогда возникает вопрос, а этому ребенку такая этическая система, зачем? То есть на какой вопрос для него она отвечает? Что кому-то станет хорошо? Ну, я уж не буду вдаваться в такие всякие внутренние теоретические сложности, типа там монстров полезности. Да, то есть, например, если какой-нибудь маньяк-убийца, например, получает такое удовольствие от своих преступлений, которое мы все с вами вместе в жизни, например, не испытаем. Будет ли это означать, что, значит, нужно дать ему его испытывать, потому что общая полезность в обществе повысится? Ну, какие-то интуиции тоже нам препятствуют делать такие выводы. А если человек говорит, нет, ну вот есть какие-то вещи, которые делать в любом случае нельзя, например, да? Тогда возникает вопрос, а при чем здесь тогда вообще полезность? Если у нас есть уже какие-то рамки, значит, нужно говорить не о полезности, а о рамках. То есть о некоторых фундаментально этических вопросах, которые в самом утилитаризме не решаются. И поэтому, например, может быть совершенно неважно, кто эффективнее строит дороги, там, государство или частный собственник, если принципиальным вопросом является другой вопрос. А этично ли существование государства вообще? Даже если оно лучше всех строит, все дороги, лучше всех предоставлять медицинские услуги, там, и так далее. Вот, допустим, лучше всех оно это все делает. Тем не менее, вопрос об этичности, он тем самым не снимается. Потому что мы его просто еще не задавали. Даже если мы определили, что оно делает это лучше всего. И поэтому я сразу говорю, что вот эта часть статей, там, текстов и так далее, которые я там, безусловно, привожу, но мне она кажется наименее интересной с точки зрения именно политической философии, потому что ни на какой вопрос политической философии эти статьи точно не отвечают. И поэтому меня интересуют более фундаментальные вещи, которые затрагивают вопрос именно того, что в широком смысле можно назвать этикой. И, кстати, между прочим, Мюррей Ротберт, которого я считаю зе-либертарианцем в 20 веке, для меня это наиболее репрезентативный пример, он прекрасно понимал вот этот водораздел. И Ротберт четко говорил, что да, я пишу работы, посвященные, например, неэффективности государства в тех или иных сферах, но вовсе не эти работы являются принципиально важными. Потому что это просто дополнительные какие-то свидетельства, если угодно, примеры, иллюстрации о неэффективности государства. Но проблема государства не в неэффективности, а в том, что оно фундаментально недопустимо с точки зрения Ротберта, во всяком случае. И вот меня интересуют, прежде всего, эти вопросы. Почему с точки зрения анархокапитализма, и либертарианцы, может быть, в целом, да и мои, хотя и не либертарианцы, государство является фундаментальной проблемой. И в этом смысле того, чтобы поговорить о некоторых тезисах, которые представлены в антологии с этой точки зрения, нам нужно немножко откатиться назад в историю, для того, чтобы понять, откуда есть пошла, так сказать, вся эта либертарианская теория, которая, на самом деле, гораздо шире, чем вот то, что мы думаем о либертарианстве. А пошла она от перехода, ну, прежде всего, Европы, а в последующем и североамериканских колоний, от старого мира, от старого режима, от средних веков к новому времени. Вот там заложены все основы для предмета, точнее, для критики, которые в 20 веке будут просто все более и более интенсивно проговариваться. Что я имею в виду? Дело в том, что средние века – это период, который характеризуется феноменом, который, допустим, в правовой теории, в политической теории называется феноменом правового плюрализма. То есть это такая ситуация, при которой отсутствует монополия какого-либо субъекта на создание общеобязательных норм в рамках определенной территории. То есть такого субъекта просто нет. Существует масса параллельно существующих нормативных порядков, которые могут создаваться империей, церковью, локальными обычаями, феодалами, допустим, европейское торговое право, которое создается самими торговцами на ярмарках, которые, естественно, не имеют никаких национальных границ. Более того, есть еще представление о естественном законе. Об этом хорошо пишет, допустим, Фома Аквинский, например. То есть есть огромный такой слоеный пирог, в котором существует человек, и ни один из слоев этого пирога не может претендовать на то, что он главный. Человек одновременно сосуществует во всех этих слоях. Как писал один епископ в 9 веке, если пять человек сидит в комнате, то чаще всего ни один из них не подлежит одному и тому же, например, суду. И на них распространяется разное право, потому что оно носит нетерриториальный характер. Вы католик, например, независимо от того, где вы сейчас находитесь, в каком герцогстве, например, на вас каноническое право распространяется одинаково. Ну, допустим. Или вы житель свободного города вроде как, но это пока императора тут нет. А когда император приедет, действия, например, актов этого города приостанавливаются, начинает действовать непосредственное правление императора. Ну, отсюда все эти конфликты, там, гвельфов-гибелинов в широком смысле, мы сейчас в это вдаваться не будем, но тем не менее, это некоторые исторические условия, в которых существовала Европа вплоть до начала 17 века. Я уж не говорю про... Ну, точнее, вот я уже об этом и говорю. Все это является еще частью того, что англичане называют средневековым конституционализмом. Что ни один из субъектов политического процесса не может сказать, как потом скажут французы, государство это я. Во-первых, еще нет никакого государства, но это в принципе не может сказать. А во-вторых, никто из них не может сказать, что вот на нем сошелся клином белый свет. Нет, весь исторический процесс, есть некоторая борьба разных политических, экономических, социальных групп за некоторую систему сдержек и противовесов, которая исторически складывается и которая, да, она формально, как бы не создает формального равенства, к которому мы, возможно, сегодня как бы привыкли. Но тем не менее, это такая система, в которой никто не может своим декретом, указом, законом, например, полностью поменять структуру общественных отношений. Никто не обладает просто такой властью. И поэтому, как ни странно, человек чувствует себя относительно защищенным. Потому что есть та среда, которая его вот как бы сдерживает. Даже если она его ограничивает в чем-то, тем не менее, тем же самым она ограничивает всех остальных. Ну, что называется средневековое право, это система не прав, а привилегий. Да, когда мы друг друга таким образом сдерживаем. Так вот, при переходе к новому времени, самая большая революция, которая происходит в общественных отношениях, это ликвидация вот этого плюрализма. Ее причины очень сложные. Есть очень много разных факторов, которые к этому приводят. Но есть один конкретный результат. Это возникновение системы национальных государств в первой половине 17 века. И если надо выбирать какие-то конкретные даты, то мы можем связать это прежде всего с Висфальскими мирными соглашениями 40-х годов 17 века. Суть которых состояла в чем? В том, что у нас теперь на определенной географической территории есть только один субъект, который называется суверен, и который принимает монопольно решение. Формально это был способ выйти из ситуации религиозных войн. То есть суверен будет говорить, что на моей территории, например, католики. А на мои протестанты. Все, вопрос как бы, войн снят. Потому что пока у нас нет вот этой системы, ну какая разница, где вы там находитесь? Католики, Висфы? Ну, в общем, понятно. Но тем не менее, вот именно этот момент и есть момент перехода во многом к новому времени в политическом смысле. Это монополизация и централизация власти. Которая, я хочу подчеркнуть, тем самым вовсе не является каким-то людям, которые утверждают, что они там консерваторы, традиционалисты, выступают за феномен, который возникает в 17 веке, который полностью связан с новым временем. То есть вот все то, что было до этого, что действительно можно было назвать традицией, консервативной структурой общественных отношений, в которых, например, церковь является абсолютно независимой, в которой церковь может сказать, например, императору, а ну-ка делай, как мы тебе скажем, потому что иначе мы тебя отлучим, и император босой приходит там и просит прощения. Ну, например. Так нет, нет, это все значит, да, вот мы закрепкое национальное государство, это вот традиционное, традиционное, что существует сколько, там, три века у нас это существует, традиционное национальное государство. Так вот, вот этот переход, это принципиальный, конечно, момент. В чьих интересах был этот переход? В конце концов, в тот конкретный момент времени выгодоприобретателем была, конечно, буржуазия. Почему? Ну, потому что обрушилась та иерархически организованная система общества, в котором вы сколько угодно денег накопите, а все равно вы будете тем, кем вы являетесь, например. Конечно, это было не очень удобно для тех людей, которые заработали все больше и больше, это, ну, понятно, технический прогресс, великое графическое открытие, там, привозим больше золота, ну, все это ясно. И поэтому, конечно, для буржуазии было в тот момент очень выгодно, чтобы у нас было национальное государство, которое создает формальное равенство на своей территории, которое, неважно, кем вы родились, главное, что вы делаете, делаете это в рамках общих для всех процедур, ну, замечательно для буржуазии, это прекрасно, что мы теперь, значит, можем торговать и выбиваться в люди. Естественно, поэтому у нас там возникает конструкция прав человека, современная конструкция прав человека, то есть как равных прав человека, да, потому что действительно это требуется для обрушения иерархически организованного общества. И в этом смысле становление таких феноменов, как современный капитализм, права человека и государства – это один и тот же процесс. Это вот еще одна странная идея, так сказать, наших некоторых консерваторов, что это вещи друг с другом конфликтующие. Нет, это непосредственно связанные друг с другом вещи. Это вот так и рождается национальное государство, которое всем говорит, что вы теперь, конечно же, вы теперь все равны. Вы теперь все равны передо мной. Я теперь, значит, обеспечиваю равную защиту для всех вас. Но только это означает, что вы теперь одинаково беззащитны. То есть разрушается та система, в которой никто не мог сказать «только я теперь решаю». Нет, вместо этого теперь у нас Левиафан, перед которым мы все равны и мы ожидаем, что он будет, значит, существовать в строго установленных для него рамках. Что у нас будет государство-ночной сторож, который будет, значит, нам всем позволять жить, как мы хотим. Ха-ха-ха. А понятно, что в момент становления этого процесса конкретные люди в этом заинтересованы. Почему? Потому что что исторически стремится делать буржуазия? Буржуазия вовсе не собирается установить реальное равенство между людьми в политическом процессе. Буржуазия стремится привести контроль туда, где находятся материальные ресурсы. То есть у нее, это с одной стороны, а с другой стороны, слиться с государством. Ну, неформально, конечно, неофициально, но тем не менее контролировать государство для чего? Понятно, для своей собственной выгоды. Для того, чтобы всякую шелупонь, которая вроде тоже формально со мной равна. Ну, она равна со мной в праве спать под мостом. Только я почему-то этим правом не пользуюсь, а они пользуются почему-то, не знаю почему. Вот это государство в тот момент, конечно, для буржуазия очень удобно. Для чего? Чтобы разрушить остатки феодальных, там, сословных привилегий и так далее. Но проблема в том, что когда это все дело разрушено, оказывается, что государство, ну, оно никогда не остается в тех рамках, в которых мы хотели его видеть. То есть, если вы запустили эту машину, машина, которая связана с монополией на создание общеобязательных норм, подкрепленной монополией на насилие, то очень странно удивляться, что потом возникает отдельный социальный класс, который начинает существовать за счет этой монополии, который вовсе не заинтересован в том, чтобы это государство оставалось небольшим. Он заинтересован в том, чтобы оно становилось все больше и больше. Потому что это означает все больше и больше контроль над ресурсами, которые вообще-то мне не принадлежат. И таким образом, вот этот процесс становления государства, непосредственно связанный с идеями прав человека и так далее, централизации, про либерализм и государство, это вообще очень смешно. То есть, когда, опять же, сегодня говорят, вот эти там либералы, вот они, значит, там мешают государству. То как они могут мешать государству, если государство это и есть либерал? Ну, посмотрите, самый яркий пример. Фашистская и так. Фашисты вообще нисколько не скрывали, что фашизм есть только доведение до конца либеральной логики ресурджемента 19 века. Что в 19 веке, вот мы, у нас была задача объединить самостоятельные территории, значит, в Италию, а теперь мы просто продолжаем тот же самый процесс. У нас вот это объединение продолжается, продолжается у нас теперь вот крепкое государство, которое все контролирует. Это не секрет, это совершенно откровенно. Эти же люди боролись против католической церкви, например. Почему? А потому что она нарушает монополию. Ну, то есть, и в Италии это действительно все еще был серьезный вопрос, там, даже в 19 веке, что люди еще мыслили старым образом, да? То есть, какая там может быть лояльность к какому-то государству, если у нас есть там католическая церковь, например. Мы же, прежде всего, католики, мы же, вежущие христиане, прежде всего, а не какие-то там итальянцы. Вообще же, нужно было очень, да и до сих пор, приходится очень долго объяснять итальянцу, что он вообще итальянец, например. И что он должен говорить на каком-то итальянском языке, которому приходится в школе учить. Ну, потому что просто никто не говорил. Итальянский язык это просто флорентийский язык. А там еще были десятки других языков, которые не являются диалектами итальянского, а являются самостоятельными языками. И этот процесс неизбежно приводит, ну, собственно говоря, вот к тому, что мы сегодня имеем. И именно вот это слияние буржуазии и государства и вызывает соответствующие реакции. которые на самом деле содержат в себе вот эти два внутренне борющихся, скажем, даже не течения, две внутренних разных интуиции, которые породят либертарианцев. То есть, когда люди поняли, что произошло, некоторые, они просто посмотрели с двух разных точек зрения, но результат один и тот же. То есть, они поняли, что всех надули очень серьезно. Но подойти к этому можно по-разному. И в этом смысле, повторюсь, в либертарианстве есть как бы внутренние два течения, противоборство между которыми заметно, если немножко посмотреть, вот на даже текущее положение, что это за два внутренних таких подземных реки, которые бегут там. Потому что вот этот феномен, этот монстр, я бы сказал, государства, он может раздражать с двух соответствующих точек зрения. Первая точка зрения, это точка зрения реакционная. Когда мы говорим, постойте, а что, собственно, а зачем нам вот это все надо, если у нас есть огромная традиция, жизни без государства. Ну, то есть, вот, собственно, все, что у нас раньше было. Характерный пример этому, как ни странно, американская революция. Понимаете, друзья, дело в том, что американскую революцию совершали не либералы. Ее совершали реакционеры и консерваторы, которые сказали буквально следующее, что у нас была сложившаяся, значит, вот система сдержек и противовесов, республика, commonwealth, которую корона начала разлагать, расширяя сферу своих полномочий, там, внедряясь в те сферы, где ее никогда не было. И теперь она протягивает руки к нам, к нам, к англичанам, настоящим англичанам сюда за океан, и мы должны сопротивляться короне, потому что она стремится превратить англичан в таких же рабов, как это произошло в Европе. Мы это сделать не дадим, потому что у нас есть древние права англичан. Мы всегда боролись против тирании, узурпации и так далее, и мы будем продолжать с этим бороться, и поэтому мы объявляем независимость от короны. Не потому что мы либералы, а потому что наоборот, у нас уже здесь все сложилось, у нас есть крепкие сообщества, у нас есть церковь, мы, короче, сами справимся, без вашего этого нового, большого государства, которое, как существует, вводя новые-новые поборы. Нам это зачем? Нет, мы будем защищать свои древние права, древние права англичан. Удивительно либеральная идея, это древние права англичан. Ссылки на магна карта. И, собственно, совершается революция американская для того, чтобы защитить вот этот старый порядок, на самом деле, средневековый клюрализм. Другое дело, что после революции, принятия Конституции и прошествия примерно 100 лет, люди успокоились, и поэтому их можно уже, было и что и было сделано, прижать к ногтю, превратить это все опять в типичные европейские национальные государства. Но об этом я сейчас не буду, про это я писал в «Кровь патриотов», которые вы сейчас не можете прочитать, потому что я не знаю. Но скоро будет. И поэтому, вот первая, так сказать, внутренняя интуиция, которая подталкивает к современному либертарианству, это на самом деле реакционная интуиция. Это интуиция, что произошло что-то страшное в районе 17 века. На самом деле, чуть раньше это все началось, но как некоторая фокальная точка 17 века. А вот вторая интуиция, она прямо противоположная. То есть, эта интуиция связана как раз с идеями индивидуализма. Ну, то есть, это люди, которые сказали, подождите, вы нам в 17 веке, значит, что начали рассказывать? что государство это результат общественного договора, что это мы выразили свое согласие, что есть индивид, есть права, и государство это не просто там насилие, тирания и так далее, это результат общественного договора. Но если это так, так давайте говорить до конца, давайте проверим, а действительно ли существующее государство является результатом общественного договора. И обнаруживается, что это вовсе не так. То есть обнаруживается, что вся эта риторика по поводу согласия, договора и так далее, это просто риторика. А на деле ничего этого нет. То есть, иначе говоря, критика государства с другой стороны, это критика с индивидуалистической стороны. Но этот индивидуализм порожден той же логикой, что и само государство. В том смысле, что это только доведение до конца, до логического завершения того, что говорит само о себе государство. И вот эти два, две внутренних интуиции, они, на мой взгляд, и составляют внутреннее напряжение, которое существует в современном, в том числе, либертарианстве. Почему? Потому что эти две интуиции опираются на несколько разные представления о том, что такое человек и что такое сообщество. То есть результат-то один и тот же. И те, и другие ненавидят справедливо государство. Потому что одних оно обмануло, разрушив исторически сложившуюся традиционную систему общественных отношений. А других оно обмануло за счет того, что оно им сказало, да, вы индивиду, вы самостоятельный субъект, у вас есть права и так далее. Но на деле мы к этому относимся абсолютно безразлично. И так далее и тому подобное. Но вот эти две внутренние интуиции, они, на самом деле, конечно, друг с другом конфликтуют. Потому что первая интуиция, скажем, консервативная, реакционная и так далее, да, она опирается на представление о человеке не как у табула раса, как у каком-то самостоятельном, какой-то монаде, да, такой полностью индивидуальном субъекте. Она опирается на то, что человек вообще-то существует в каком-то сообществе, но он в нем существует реально. То есть вот у меня есть соседи, там, друзья, родственники, вот какой-то более широкий круг. И я, эта часть, то есть моя идентичность, она оформляется за счет вот этих наших сложившихся традиций, представлений, там, веры и так далее. И проблема государства состоит в том, что она все это разрушает. То есть государство в этом смысле абсолютно либеральная конструкция. Она разрушает вашу идентичность, предлагая вместо нее абстракцию. Вам говорят теперь, нет, да какая там вам церковь, почему там какие-то там традиции, обычаи. Вот вам уголовный кодекс, вот вам гражданский кодекс, вот ваши права, вот ваши обязанности. А почему это все так? А потому что вы все принадлежите к такой воображаемой вещи, как нация. А то, что у вас есть реальные люди вокруг, так это не важно. Вы главное поверьте, что все вы, например, итальянцы. Вы говорите, ну вообще я не знал никаких итальянцев, я знаю, вот я римлян, там, вот у меня вокруг римляне живут. Или там, я вообще в Сиене родился, я своих, значит, сиенцев знаю. Какие итальянцы? Нет, вот есть Италия, у нее есть нерушимые границы какие-то почему-то. И вот это ваша теперь идентичность. То есть государство противостоит традиционному вот этому взгляду с этой стороны. Но этот традиционный взгляд опирается на традиционное же представление о том, что человек это не просто какое-то пустое, не просто единица какая-то, да, а это наследник какой-то традиции, в которой он существует. А вот противоположное представление состоит в том, что человек как раз индивидуум, и за ним ничего не стоит. Что человек это вот то, что он себе там захочет делать там и так далее. Ну государство здесь, конечно, тоже мешает, потому что на самом деле государство никогда вам не дает как индивидуум делать то, что вы хотите. Оно всегда вам навязывает, ну вот ту же самую конструкцию нации. Но некоторые внутренние, внутренний этос этих двух позиций, конечно, совершенно разные. И мы видим это столкновение в современных дискуссиях в либертарианстве. Потому что, с одной стороны, у нас есть люди, которые интуитивно, во всяком случае, тяготеют к вот этой консервативной позиции. Ну, например, тот же самый Роберт, который чем дальше, тем лучше понимал, что никакого просто не могло. Что капитализм, это не просто сконструированная в голове конструкция. Что это определенная часть культуры. Это часть конкретной исторической культуры, которой требовалось христианство, которым требовалось еще античное наследие. И только вот там мог возникнуть капитализм. Нельзя взять и придумать просто капитализм и всех заставить так жить. И Роберт это прекрасно понимал. Сейчас это понимает прекрасно Хоппин, например. Который говорит, ну да, не может быть по-настоящему анархоэпиталистического сообщества, состоящего из каких-нибудь там сумасшедших наркоманов, педерастов и так далее. Почему? Потому что это люди, которые не выживут вот в такой консервативной исторической сложившейся среде. А с другой стороны, соответственно, есть те группы либертарианцев, ну вообще вот некоторые, это тот этос либертарианства, который говорит, нет, вот с этим всем надо бороться. Почему? Ну потому что нам навязывают какие-то, значит, коллективные вот эти идентичности и так далее. И вот это столкновение, это столкновение, которое присутствует в либертарианстве, вот это то, что интересно на самом деле. Это к чему я все это говорю? Потому что проблема либертарианства состоит в том, что само по себе, ну или не проблема, а некоторое, оно не является политической философией. Что я имею в виду? Я имею в виду, что либертарианство просто нам указывает на некоторые факты, что государство есть аберрация нового времени, что это проблема. И что, ну, понятно. Но вот вопрос, а что должно быть, вот автоматически он из этого не следует. И понятно, что либертарианство говорит, ну вот, там должна быть система, значит, добровольных там союзов и так далее. Это все понятно. Вопрос, зачем? И для того, чтобы ответить на вопрос, зачем, требуется предпасать некоторое более глубокое объяснение, чем просто указание на то, что, ну, вот там, типа, мы все самопринадлежно... Я сейчас даже не буду вдаваться в проблемы, связанные там с теорией самопринадлежности и так далее. Но, во всяком случае, дело в том, что политическая философия, это вопрос о том, по большому счету, для чего человек вступает в общение с другими людьми. Зачем? И классическая политическая философия, ну, которая идет, условно, там, от греков, я ему там, прежде всего, Платон и Аристотель, говорит нам, что, ну, потому что человек есть некоторая природа, реализация которой, полноценная, требует политического общения. Ну, там, добродетели и так далее, сейчас не буду уже вдаваться. То есть, есть некоторая природа человека, к которой вы не убежите. И политика, есть способ реализовать эту природу. И поэтому политические формы нужны, никакие вам вздумаются. Не просто, что вот мы решили так, например, да? Ну, нет. Вы можете решить так, но вы не реализуете свою природу, как человек. А, соответственно, если мы встаем на позиции, вот, не консервативного, условно, либертарианства, а, так сказать, либертарианства нового времени, где у нас есть индивид, тогда возникает очень много вопросов. Ну, например, почему нам нужно признавать за другими субъектами, допустим, их физическую неприкосновенность? Да, ну, вот этот любимый там НАП либертарианский. А, собственно, с какой стати? Если, например, вы говорите, что у нас нет природы, у нас нет предназначения, что каждый там сам выбирает, значит, что ему делать, что ему важно и так далее, так а почему я должен вообще учитывать, что там вы для себя выбираете? Я могу вас считать просто животным, например. Вот у меня было выступление, известное несколько лет назад, которое вот у людей с полочек вызвало сразу болезненный вот этот вот тремор по поводу того, что он нас всех назвал животным. Но тезис состоит в том, что нужно определиться, что является, так сказать, фундаментом универсальности. Вот в классической политической философии мы говорим, например, фундаментом универсальности является природа человека, которая такова и которую мы не выбираем. Значит, мы не можем быть абсолютно свободными в форме того, что мы, значит, создадим. Или там в христианстве, которое очень тесно связано с классической политической философией, мы говорим, ну, универсальность вытекает из того, что мы все равны перед лицом Бога, например. И так далее. А вот если мы встаем на позиции абсолютной индивидуальности и говорим, что нет, у нас нет никакой природы, человек это просто некоторый факт, возникают большие проблемы. Как мы объясним себе, что мы вообще должны другого человека рассматривать как нечто существенное, что нужно учитывать? А если нет, тогда вообще исчезает политика. Потому что тогда взаимоотношения просто с вечным миром, с камнями, там, и животными, если хотите, и так далее. Поэтому вот этот конфликт внутренний, который присутствует в либертарианстве, вот мой тезис, я уже долго говорю, хотел, наверное, поразовершать. Мой тезис состоит в чем? Что либертарианство, для меня, во всяком случае, представляется очень важным инструментом для критики фактически существующего статус-кво? Очень важный инструмент, который позволяет высветить те противоречия, которые присутствуют в риторике, преподносимой как что-то само собой разумеющееся. То есть риторики там государства, территориальной целостности, нации, там, чего угодно. Вот чтобы это отрефлексировать, либертарианство вещь очень полезная. Но это только первый шаг. Потому что когда мы поняли, что вот это все, это надувательство, дальше у нас должен возникнуть вопрос, а что не надувательство? То есть что должно стать фундаментом нашей жизни? И мы там, например, обращаемся, ну, кто куда, так сказать. И дальше начинается политическая философия. То есть либертарианство – это как бы не конец политической философии, это не сама политическая философия, а необходимые пролегомины к ней, с которой уже начинается, так сказать, раскрытие собственной души. Да, в поиске того, возможно, в чем природа человека, каковы цели, которые стоят перед человеком, и что, исходя из этого, нужно делать. Но, скажем, либертарианская стадия – это очень важно сегодня. Потому что ее ценность – это, с одной стороны, как бы деконструкция, но вот не марксистская деконструкция, которая призвана разрушить всякую целостность, так сказать, человеческой личности, а деконструкция как раз всего, что вокруг человека, того, что навязано, что преподносится, ну, что преподносится как традиция, и чему там всего три века, например, понимаете. Вот разрушение таких иллюзорных вещей для того, чтобы дальше сказать, а вот мы ищем вещи по-настоящему важные. Возможно, кто-то будет их искать у Платона. Возможно, кто-то будет их искать у святых отцов, например, или еще где-то. Но, на самом деле, выбор не очень большой. И даже это не совсем выбор, потому что никакой проблемы между тем, чтобы искать это у святых отцов и у Платона одновременно, не существует, как мы знаем, потому что Платон и Аристотель вполне себе признаются православной церковью как мудрецы, которые разумом схватили те вещи, которые потом были явлены Господом нашим Иисусом Христом в виде, так сказать, своего присутствия в нашем мире. Поэтому я бы хотел, чтобы вы и сами знакомились, и других знакомили с либертарианством, но держа в уме вот эту важную вещь, что в конце концов мы с вами не... Мы проживаем эти 70 лет, или сколько получится в нашей жизни, есть вещи важнее, чем непротиворечивая схемка определенная, как нам обустроить Россию или Новую Зеландию. Вопрос всегда стоит по поводу человеческой души. Я реализую свою природу или не реализую? И те отношения, в которые я вступаю, они затрагивают этот вопрос? Я понимаю вообще, для чего это все нужно? Или это просто какая-то навязанная жвачка, которая мне вбрасывается, и я должен ее сжевать? Это не важно, как она называется. Она может даже называться и само либертарианство, когда это просто удобная конструкция, чтобы себе объяснить, что я делаю, но на самом деле не задумываться по этому поводу. Это просто красивая схема. Вот и самопринадлежность, собственность, трудовая теория, титулы и так далее, и как бы и все, вопрос закрыт. Вот нельзя вопрос закрывать, потому что мы с вами не просто собственники своих тел, а все-таки у нас есть бессмертные души, ради которых мы, в общем, и должны стараться. Спасибо. Я думаю, что сейчас можно какие-то вопросы задать, если хотите. В этом их база. Два вопроса, это, на самом деле, немного. Первый, надеюсь, помните контекст, появляйте метафору, какого ребенка нужно убить, чтобы построить качественные дороги. Все-таки давайте вы меня преследите. Аргумент, да, в пользу того, что нет разницы, то есть, неважно, строит ли государство на замечательной дороге, либо свободный рынок позволит нам их получить. Если для этого нужно заплатить некую цену, в контексте конкретного данного примера, связанного с дорогами, можете ли привести пример этой цены? Недостаточно. А, нет, но логика, конечно, она структурная. То есть, не имеется в виду, что, например, именно дороги что-то требует. Имеется в виду, что, например, у нас есть, допустим, если абстрактивность от государства, например, вот есть, например, какой-то человек, ну, просто человек, который говорит, я сейчас тут все обустрою, построю хороший дом, там вообще все вам сделаю, но только вы только имеете в виду, что я вообще-то по вечерам выхожу и насилую девушек, например. А вам вот лично, вот вам, например, я сделаю все красиво, например. Вот возникает вопрос этический. У вас есть претензии к кофе этой ситуации? Или я понимаю, что сейчас утрирую, но тем не менее, да? То есть, имеется в виду, что ведь если у вас есть претензии к субъекту, который вам предоставляет какое-то благо, это вообще должно влиять, ну, на мой взгляд, во всяком случае, на то, считаете ли вы то, что он делает, благо. Ну, или, например, еще более простой пример. Вот государство, например, какое-нибудь европейское, хотя, может, не для всех будет иллюстрацией того, что я хочу сказать. Допустим, едет куда-нибудь, европейцы плывут куда-нибудь в Австралию, например, эксплуатируют каких-нибудь аборигенов, или, не знаю, в Северную Америку, или в Южную Америку, например, вырезают всех, забирают золото, привозят, говорят, друзья, у нас сейчас будет жизнь вообще отличная, потому что вот вам, например, золото. Я просто вам не договариваю, что мы из-за этого там убили, там, зарезали и так далее. Ну, то есть, понятно, что я сейчас привожу наиболее радикальные примеры. То есть, речь идет не о том, что есть какой-то конкретный ребенок, которого нужно убить, чтобы дорогу построить, а что есть та структура, которая, если она фундаментальна, неэтична, то есть, например, мы говорим, ну, нельзя устанавливать произвольную власть одного человека над другим человеком, если он с этим не согласен. Ну, если мы так говорим, например. Да? А дальше это государство строит дороги? Мы говорим, нет, вопрос не в том, строит оно их или не строит. Вопрос в том, что просто оно ведет себя неэтично, и поэтому оно не должно существовать не потому, что оно неэффективно, а потому, что оно фундаментально в основе своей неэтичной, и мы должны, например, бороться с неэтичными конструкциями, независимо от того, эффективны они, например, или неэффективны. Ну, если я ответим, вообще. Ну, да, суть понял. И еще вопросы. Неоднократно говорили по поводу того, что не считаете себя либертарианством. Судя по тому, что вы говорите, в принципе, навешивать ирлоки вы и на себя в том числе не любите, я хочу поинтересоваться, есть ли какая-то конкретная идея в либертарианстве, в неочерченных четких границах, которые конкретно вам не нравятся. Не нравятся? Не нравятся. Прямо из-за чего вы конкретно говорите, что вы не либертарианец? Так, я сейчас и пытался все это объяснить, но мой тезис состоит в том, что просто либертарианство – это не политическая философия, потому что она не говорит, что делать. Она говорит, что не надо делать, например, но она не говорит, что надо делать. Она вообще как инструмент критики прекрасный такой выступает. Ну, да, то есть, поэтому дело не в том, что мне оно не нравится как-то принципиально, просто у него есть, как называется, в науке ограниченные границы применения. Граница его применения – это критика современных форс. Дальше, то есть, что дальше-то делать после того, как мы поняли, что это все плохо? То есть, зачем нам объединять? Ну, либертарианство скажет, да зачем хотите? Ну, типа, вот когда говорится, я понимаю, что зачем хотите, а я теперь спрашиваю, а зачем? Ну, то есть, ответьте мне на вопрос, типа, зачем мне вообще что-то делать в этом мире? Либертарианство, это не может дать ответ, ну, как мне представляется, потому что оно и не претендует на такой ответ, оно претендует только на вот эту, условно, свободу договора, а вопрос состоит для меня, как для человека, живущего 70 лет, а не в вечность. Зачем мне вообще вступать в какие-то договоры, о чем мне нужно, о чем не нужно договариваться? Вот на это либертарианство ответа и не дает. Спасибо. У меня тоже будут два вопроса. Первый он про границы консерватизма. Многие консерваторы сейчас думают, что консерватизм это просильное государство, вы это разоблачили довольно наглядно. Вы сводите консерватизм, как я понимаю, к христианству, ну, и тогда, если говорить честно, вы скорее являетесь не столько консерватором, сколько последовательным христианином. И какие-то люди вам спокойно могут сказать, что консерватизм, он на самом деле проязычество вообще, потому что христианство это тоже новые институты, которые навязывались на христианское общество. Есть версии, что стереоцентрализация власти определенных людей. Тем людям уже могу сказать, что консерватизм это вообще про обезьян, что вот тогда люди жили традиционными институтами. И тогда становится немного неясным с точки зрения терминов и значения, к чему мы сводим консерватизм, где его пределы. Ну, я не говорю, что я консерватор на самом деле, потому что консерватизм сам по себе это феномен вторичный, и возникает он, на самом деле, в очень конкретных условиях, консерватизм как феномен возникает примитивно к французской революции. То есть, и поэтому он просто в конкретный момент означал сопротивление тем изменениям, которые принес 1789 год. Поэтому я про консерватизм, если что-то сказал в том смысле, что это я, то это, наверное, не совсем было, или случайно, что-то такое. Я не выступаю с позиции, раньше было лучше. Раньше не было обязательно лучше, потому что, например, до Христа было хуже, чем после пришествия Христа. Как христианин я не могу выступать с позиции просто-просто раньше, 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 раньше. Ну, это совершенно не обязательно. Раньше могло быть и хуже. Меня интересует настоящее и будущее, скорее, а не прошлое. Поэтому, а уж про, значит, языческую критику, ну, язычество это вообще современное, это изобретение выпускников литературного института, которые, значит, они могли бы там толкинистами быть, а некоторые там перунов ставят там или еще что-то такое. Политику как таковую в условиях, когда у нас уже отсутствует средневековая коллизия правовая институтов. Мне кажется, что политика, она действительно становится скорее более эстетической, что она сводится к каким-то субкультурам, как вот можно сказать, либертарианцам, как мы сейчас в целом тоже. Или в большинстве случаев какой-то более примитивной эстетики, что вот мы за родину с айфонами, мы за родину там для пенсионеров условно. И в идеальной конструкции, когда это демократия с парламентом и отсутствует какое-либо влияние финансовой дискриминации, какого-либо лоббизма, это становится просто натуральной давкой. Натуральной давкой биологических организмов, вот какой популяции больше, которая сводится к каким-то вот таким, приводит себя к таким эстетическим идеалам, вот так и побеждает. И создает те условия, в которых другая популяция начинает просто вымирать. Либо культурно вымирать, либо натурально-биологически как-то вымирать. И, соответственно, такая политика, она становится скорее даже евгеникой, а не политикой. И я все чаще ловлюсь себя на мысли, что, чтобы действовать политически, необходимо базово выйти из вот этой тиранической юрисдикции, где всякое твое якобы политическое действие является скорее просто процессуальным механизмом евгеники, по своей сути, как мне кажется. И в таком случае мы неизбежно должны прийти к тому, что политика базово возможна только там, где мы существуем в какой-то собственности, существующей в серой зоне, то есть фактически неподвластной тирану государства. И в таком случае мы буквально встаем на криминальный путь. И я чаще себя ловлю на той мысли, что без полного ухода из-под юрисдикции государства в вот такое, ну, де-факто криминальное какое-то состояние, политика невозможна, республика невозможна без выхода из-под тиранической юрисдикции. А вопрос в чем? Вопрос в том, я извиняюсь, да, забыл, вопрос, как вы видите, возможно ли политика вот за исключением такого выхода в криминал? Я не выхожу в криминал, я никому не советую, я существую в сугубо правовом поле. Да, понимаете, во-первых, если просто вы рассматриваете, например, государство как проблему условно-наархо-киптотических номер позиций, то оно для вас уже из криминалов, тогда уже находится в криминальном поле, и тогда раздел... Я не рассматриваю. То есть оно легитимо тогда? Это просто такой же актор, каким я могу быть, просто он обладает намного большими силами, но и не совсем государство, а конкретные люди. Тогда вообще никакой проблемы нет, тогда вы просто воспринимаете их как более сильного игрока, с которым вы можете или не можете что-то делать. Вот тут это самостоятельный вопрос, как вы себе видите стратегию поведения в условиях, когда вы не можете ничего сделать над тем игроком? Просто уверены ли вы, что в том, что вы называете криминальной сфере, вы будете более успешны, чем в взаимодействии с государством? Ну это, так сказать, большой вопрос, поэтому... Но я бы просто не хотел бы отвечать подробно на вопрос об уходе в криминальную сферу. Когда нам будет, уведут. Хорошо, спасибо. Вообще, по многим вашим выступлениям, и сейчас понятно, что по сути два вопроса, которые хотят определиться, это что такое человек, мы говорили, что нигде не написано, что такое человек, какой-то ответы, рассуждения по этому поводу есть. Ну вот, как говорит один из современных, плюс-минус гейтель либертарианства, агент в Бразилии, что либертарианство, в первую очередь, правая дактрина, он так распределяет ее. И вы, говоря про республику, говорите, что это общество людей согласно вопросам права. И вот вопрос в том, что такое право тогда, не из учебника, а теория права университетского. И второе, под вопрос, если есть время будет на него ответить, у нас современный Ульпиана привычно делить его на публичное и частное. И вот то, что вы говорили про правовой плюрализм, это же по сути то, что было в римском частном праве, там, право народов, право, ну, юзгентиум, юзцевили. И вот второй под вопрос, что вы считаете первично или имеет вообще смысл делить публичное и частное право, публичное и частное право, что из них первичное и важнее для того, что мы обсуждаем? Слушайте, ну вопрос про право, это пас в больницу. В том смысле, что я все-таки полагаю, что право, то есть, хорошо, я думаю, что если задать вопрос, наверное, вы примерно представляете, что я не стою на аналитических позициях, я не считаю, что можно дать универсальное определение права, которое бы работало, ну, как, допустим, Дахарта, там, или вот таких ребят, там, Раза, да, которое было бы универсально именно на аналитическом уровне. То есть, я считаю, что такой вещи нет. И уж тем более, мне кажется, смешными, то есть, то, что там либертарянство, это, ну, то есть, оно автоматически, либо это юс-натурализм в той или иной форме, либо это все равно позитивизм, то есть, ну, может быть, я могу вступить в какую-то дискуссию, если мы, опять же, сначала дадим такое определение либертарианству, которое будет определением права. Но я пока не слышал у либертарианцев какое-то особенное определение права, которое бы не охватывалось, ну, например, юс-натурализмом. Хотя там, насколько я понимаю, тот, про кого вы говорите, очень долго отрицал, естественно, правую конструкцию, во всяком случае, в разговоре со мной. Но я не очень понимаю, как можно вывести, например, тезис о хотя бы даже самопринадлежности, например, не утверждая, что это есть естественно правая конструкция. Потому что, если она не естественно правая, она автоматически должна быть конвенциональная, а если она конвенциональная, то она перестает автоматически работать. если с вами не договорился о том, что вы себе принадлежите, значит, вы себе не принадлежите, условно говоря. Следовательно, она, естественно, права, что мы автоматически, допустим, себе принадлежим, ну, просто вот как в силу структуры реальности. Тогда это юс-натурализм, да, и со всеми его следствиями. То есть я просто в либертарианстве не вижу никакой самостоятельности. Да и, собственно говоря, наиболее интересные авторы юридического направления, условно говоря, которые, допустим, для меня в 19 веке, понятно, это Александр Спиннер, например. Он был, безусловно, юс-натуралистом, у него, собственно, есть работа, которая называется Natural Law, в котором он рассказывает, что государство как раз не должно создавать нормы, именно потому, что все нормы уже существуют, они даны нам природой и Богом, и мы просто должны им следовать. Ну, то есть это, и отсюда у него вытекает, допустим, неприкосновенность права собственности, возможность добровольного выбора или отказа от выбора власти, и так далее. То есть это совершенно, на мой взгляд, юс-натурализм. А второй вопрос, или я забыл, постой вопрос. Второй вопрос, то если уж у нас есть право, оно у нас исторически делится по публичное и частное, и смеет ли смысл такое деление, и если да, то что привалит? Мне кажется, оно довольно техническое, это деление, в том смысле, что оно не задрагивает какие-то концептуальные вещи, просто я думаю, что разные общества в этом смысле делают разных, ну, допустим, для римлинга, понятно, допустим. В принципе, сфера права рождается скорее как сфера частного права. Но это особенности, опять же, римской культуры и римской цивилизации. Кстати, любопытность, что мы говорим про римлян, это очень характерный пример, что как раз римляне предпочитали не задаваться, например, вопросом о природе, например, той же самой собственности. То есть, если мы читаем, ну, там, дегесты и прочие институции, мы никогда не определим, а что такое, то есть, какова природа этой собственности. У нас есть там титулы, способы приобретения, возникновения и так далее, а вот природа собственности, например, там не раскрывается. Ну, интуитивно понятно почему, потому что если начинать ее раскрывать, окажется, что ее, например, нет. Ну, то есть, у нее нет никакого фундаментального основания, кроме культуры. И вот в этом смысле публичное право, я бы сказал, что это прежде всего та социальная культура, которая существует не в силу того, что мы ее закрепили, а в силу того, что у нас, нас она объединяет, ну, вот как вы сослали в самом начале, да, что у нас есть согласие в вопросах права. Согласие в вопросах права – это не просто согласие по поводу того, что у нас будет написано в уголовном кодексе, гражданском кодексе и так далее. Это у нас общая интуиция по поводу того, что у нас есть одинаковые, если угодно, понятия, что мы одинаково примерно видим в себе мир, мы понимаем примерно, как нормальные люди даже вместе со существовать, и дальше мы занимаемся в том числе, например, частным правом, создавая уже конкретные нормы для того, чтобы предотвратить или снять, например, какие-то технические конфликты. И в этом смысле публичное право, чем больше государству и вообще обществу требуется что-то фиксировать примитивно к публичной сфере на бумаге, тем меньшая степень это означает, что существует у них реального общего представления о жизни. Ну, как мы понимаем, например, самый типичный, понятный пример, это Великобритания с отсутствующей писанной конституцией. Но это не означает, что у них нет конституции. Это означает, что конституцион, это сама жизнь, в которой сохраняются еще элементы этого средневекового плюрализма, системы сдержек и противовесов, где люди и так знают, как нужно себя вести, кто что может делать, кто что не может делать и так далее. Поэтому чем больше мы говорим о праве в виде его кодификации и так далее, тем в меньшей степени мы друг друга понимаем. Или точнее мы поэтому и говорим, что мы друг друга меньше понимаем. Ну, короче, чем более юридифицированными становятся общественные отношения, тем они на самом деле в меньшей степени отражают нашу какую-то общность. Не знаю, отвечал ли я на ваш вопрос или просто болтался. Я просто добавлю, что по поводу либертарианцев являетесь натуралистами. Вот те, кто конвенционально вписываются в либертарианство, но те, кто не нажали на кнопку уничтожить государство, там тоже Мизес и Хаек написали целые талмуды про то, что право-то оно может быть только частным, а публичное оно является только административным способом управления какими-то делами, там, право, законодательство и свободу Хаека, и они говорят, что судья просто находит ту самую норму, которая где-то есть в общественных отношениях, и она регулирует, скажем так, взаимоотношения между людьми. Но мне кажется, ближе всего, наверное, с точки зрения практики, критерий истинности и того, что вы говорили, подошли правые реалисты, это вот Дворкин и Кордоза и прочие. Не, но все-таки Дворкин это не правовой реализм, все-таки правые реалисты это Левелин, Джером Фрэнк, это люди на поколение раньше, и, ну, мы сейчас просто идем совсем... Дворкина я не люблю, кстати, и... Но единственное, что, знаете, что, у Дворкина есть хорошая статья, называется «Why efficiency?». Это вопросы, которые я сегодня поднимал, ну, может быть, некоторые знают, то есть такой феномен называется экономический анализ права, связанный, прежде всего, с Познером и так далее. Это люди, которые сказали, так, давайте на право смотреть с точки зрения его экономической эффективности. Ну, типа, давайте посчитаем, какие нормы эффективны социально, какие неэффективны, значит. И Дворкин задал нам справедливый вопрос. Why efficiency? Почему мы вообще должны оценивать право с экономической точки зрения? Это вот, помните, вначале говорил про территоризм, да? Что сказать, а давайте посчитаем. А с какой стати мы должны считать экономические эффекты права, например, если это право, придет, ну, например, там, не знаю, к Освенциму, например, да? Ну, допустим, это было экономически, может быть, эффективно. Означает ли это, что это нужно допускать просто потому, что это экономически эффективно? Поэтому вот я вспомнил, что у Дворкина была вот эта хорошая статья с точки зрения критики у территорийского подхода к праву. Да, да, такой вот вопрос. Вот, допустим, как мне кажется, в либертарианстве, я считаю себя либертарианцем, в либертарианстве есть такое противоречие внутреннее, которое может быть как-то разрешимо, но для меня оно пока кажется неразрешимым. Вот, чтобы перейти к либертарианскому обществу, организованному на либертарианских принципах, неважно, на принципах Ротбарда, там тот же НАП, тот же принцип Гонстеда, тот же принцип самоприноблежности, ну, со всеми вытекающими, или там принципам частных городов, типа Сегебеля, тоже достаточно близких к либертарианству, вот это вот, пусть расцветут тысячи цветов под эгидой частных юрисдикций. Вот, чтобы перейти ко всему этому, в устоявшихся государствах необходимо сломать ряд существующих государственных или квази-государственных механизмов, которые, очевидно, будут этому мешать. И вот возникает вопрос, а как не стать, как сделать так, чтобы либертарианство не стало новым автократическим течением, если оно действительно хочет добиться того, к чему оно стремится? Нужно ждать, пока это вызрит в народе, или нужно, как Генри Таро, на низовом уровне только сопротивляться, обсуждать, пока все твои соседи примут к тому же? Вот, как не стать автократом, и при этом... Понимаете, ваш вопрос, на самом деле, затрагивает еще одну мою популярную тему. Это анкап существует уже сейчас. Который, я тоже не понимаю, почему вызывает такое страшное негодование. А тезис, просто поясню для тех, кто не в курсе, очень простой. Что если мы всерьез, например, воспринимаем теорию анархокапитализма, что существует только частная собственность, и те, кто на нее посягают в виде бандитов, то это означает, что анархокапитализм существует всегда. Просто в ряде случаев этих бандитов больше, а в ряде случаев бандитов меньше. И поэтому нет никакой стадии, когда вот наступило либертарианское общество. Потому что оно или всегда есть, в том числе и сейчас, просто вы не справляетесь с теми бандитами, которые конкретно сейчас у вас, например, забирают собственность. Или его, ну в смысле, или его никогда нет. Понимаете, да? И поэтому нет никакого инструмента, что вот, значит, как придумать так, чтобы наступило оно и так далее. Оно или сейчас может вашими действиями быть реализовано на том уровне, ну когда вы, например, действительно можете защитить свою собственность от кого угодно. Но можете ли вы, это другой вопрос. Поэтому я просто не рассуждаю, я повторюсь, или не повторюсь, я скажу, что я не рассуждаю в категориях, вот, значит, этих паттернов. Что вот этот паттерн, это правильный паттерн, а вот этот неправильный. Я буду общественный паттерн, да? Потому что это категории, они абстрактные. Они никак не связаны с нашей повседневной жизнью. Нет никакого правильного паттерна. Есть паттерн, в котором люди реализуют, например, те ценности, которые они считают важными. И тот паттерн, в котором они реализуют. Если у вас есть какие-то ценности, которые вы считаете правильными, ну, действительными и так далее, то вы их можете и обязаны реализовывать всегда. А не в ожидании, значит, какого-то там правильного общества. Поэтому я просто отказываюсь думать в категориях этих общественных формаций. Что вот, значит, была государственная автократия, а вот наступило благословенное будущее, где, значит, анархокапитализм или еще что-то такое. То есть эти вещи, они никто... То есть мы постфактум просто смотрим на вещи и говорим, вот был такой-то период, на самом деле. На самом деле, нет никаких периодов. Вы прямо здесь и сейчас живете. Вот здесь и сейчас. Вот вопрос, что мы можем делать здесь и сейчас. И не только мы, какая-то абстрактная группа, там, нации, либертарианцы, так далее, а вот я лично там что делаю. Поэтому это не вопрос теории малых дел. Потому что теория малых дел, это все равно теория, которая отсылает к какому-то должному состоянию, к которому я якобы приближаюсь, совершаю какие-то малые дела. Я говорю о точке зрения, что я несу ответственность, прежде всего, перед собой и Господом Богом за то, что я прямо сейчас делаю. А что при этом вокруг происходит, ну, это мне не всегда подвластно. Вопрос только в том, как я действую. Фин, обнаруживший себя, например, в Римской империи, которая еще не приняла христианство, уже не говорит, так, вот, чтобы такое сделать, чтобы наступило, наконец, христианское государство, чтобы я мог нормально быть христианином. А то, что это за кошмар? Вокруг, значит, одни язычники, не знаю, что делать. Подожду-ка я быть христианином до тех пор, пока, значит, не наступила замечательная там священная Римская империя уже. Понимаете? Ну, то есть, это абсурдно, абсурдно ситуация. Вы или сейчас христианин, и всегда? Или этого времени никогда не наступит? Понимаете? Ну, если ответил. Хорошо. Пройден Юрьевич, спасибо за выступление. У меня три коротких вопроса. Первый. Насколько под ваш республиканский проект подпадает Республика Фиума? Как раз отчасти в дополнение к тому, что вы говорили, то, что мы можем сделать здесь и сейчас. Хорошо. Второй вопрос. Вы знакомы ли с такой постлибертрианской теорией неореакции, не как единая теория, но вот Молдбек, Ланд, другие в том плане, что мне кажется, что они как раз таки на вот этом постлибертрианском поприще являются отчасти конкурентами вашего республиканизма. Ну и третий такой больше дистанциональный вопрос, что делать в темные времена, кроме выстраивания бастиона и покупки книг. Кто-то влез на табуретку, на мгновение вспыхнул свет, и снова темно. Но это с последнего вопроса, начиная. Да понимаете, ну вот мое искреннее, это мое личное убеждение, что у нас сейчас очень большая проблема с реальностью. В смысле вот с физической реальностью. Почему начал разговор с книги в буквальном смысле этого слова? Мне кажется, что сейчас механизмы контроля над людьми все больше и больше приобретают характер контроля над их степенью взаимодействия с материальным миром. То есть у нас забирают материальный мир. То есть это может быть очень далекий, конечно, у меня такой заход, но у меня представляется, что это очень важно, что нужно возвращаться к материальному миру в смысле вещей, людей, предметов, коммуникации. Понимаете? И это опять же может казаться все очень далеким, но в конце концов, а что, кто-то что-то делает лучше? Ну, то есть я вот, например, не думаю, что там споры в интернете по поводу того, как там правильно что интерпретировать или как комментировать какие-то события, что это полезнее. Мне кажется, что полезнее это вот вернуться к вещам, которые очень им трудно сопротивляют. То есть кто может подавить в вас ваш контроль над тем, что вы действительно можете в руках держать? Понимаете? Никто. И это может казаться со стороны безобидным, но на самом деле, когда вы говорите, вот это вот мои вещи, я за ними ухаживаю. Понимаете? Это звучит, может быть, нелепо, но в современном мире вот эта попытка заземлиться, что называется, да, то есть контролировать, с кем я разговариваю, о чем я разговариваю, на каком языке я разговариваю, какие предметы меня окружают дома, например, да. Вот такие вот, казалось бы, банальные вещи. И это не в духе, там, этого Питерсона, да, что кровать заправляют, а в смысле какое-то более осознанное присутствие в реальности. Не осознанность, да, там, и так далее, а просто вот материальных вещей. Вот нас забирают материальные вещи, например, да. Вот к этому надо возвращаться. Я говорил, что, допустим, наши эти встречи сами, ну что я вам за час? Ничего, конечно, тут такого нового не сообщу. Но вот сам факт, что мы собираемся, и мы в каких-то вещах разговариваем как люди, и я не просто там, я надеюсь, вам читаю какой-то установочный, значит, там, доклад, или там рассказываю, как нужно жить, а мы просто вот вступаем в какую-то человеческую коммуникацию, с которой там вынесет каждое, что может. Вот это важно. Важно устанавливать какие-то реальные формы. Потому что, например, что недоступно тирану? Тирану недоступна дружба. Почему? Потому что дружба, настоящая по Аристотелю, это способ одного человека стимулировать другого человека к добродетели. А тиран заведомо не добродетел. Он не может найти в другом человеке того, кто будет говорить ему, что ты должен перестать быть тираном. То есть тирану это просто недоступно. И вот дружба, это очень важная сегодня вещь. Дружба, повторюсь, это не когда вы принимаете другого таким, какой он есть. Вот это все капиталистическая чушь. А когда вы другого человека, человеку указываете на то, что он хуже, чем он должен быть, и он указывает на это вам. И вы вот в этом напряженном состоянии друг друга подталкиваете к благу. Вот друг друга подталкивать к благу, это сегодня очень ценно. Потому что нам все время, обратите внимание, нам все время сегодня навязывают идею, что мы должны друг друга именно принять. Что вот мы такие, какие мы есть, значит, все должны друг друга, лишь бы никого не тронуть, никого там не оскорбить, не задеть и так далее. Для чего? Для того, чтобы мы все остались вот этими индивидами, которые никого, значит, не трогают, и можно делать с нами все, что угодно. А мы должны наоборот друг друга стимулировать к тому, чтобы быть лучше, больше, сильнее. А второй вопрос был... Про неореакцию. Про неореакцию. Ну, мне это кажется тоже, опять же, на каком-то интуитивном уровне это все кажется прежде всего какой-то интернет-феноменом. То есть, ну, примерно, это как бы Юлиус Эвола, но только уже для тех, кто вообще из интернета не выходит. Понимаете? То есть, Юлиус Эвола там в 90-е, 2000-е был человеком для тех, кто просто из дома не выходит. А неореакция – это когда ты еще и даже из интернета не выходишь. Когда ты даже на кухню за чаем не можешь сходить, а чтобы мама принесла. Вот неореакция – это, мне кажется, вот какой-то из этой области. То есть, мне кажется искренне, что все принципиально важные вещи были сказаны, ну, 2000 примерно, две-две с половиной тысячи лет назад. Если угодно, называйте там осевое время еще там и так далее, ну, и все, что будет потом в качестве комментариев. И просто, опять же, современная культура – это культура, которая все время требует, что что-нибудь новенькое нам скажите. Понимаете? Типа, все это мы еще слышали, давайте-ка еще что-нибудь придумаем. И это тоже способ оторвать нас от действительности. То есть, вот у нас сколько книжек стоит, да? А нет, нет, это все уже старенькое, это уже неделю назад опубликовано, это очень-то новенькое, понимаете? А на самом деле, вот, у нас уже очень многое есть, если мы к этому всерьез отнесемся. Но попробуйте вы по-настоящему всерьез к Платону отнестись. Вообще-то очень трудно по-настоящему всерьез к этому отнестись. И вот такую работу вести над собой и над ближними – это очень важно. И поэтому я никогда не говорю, что я придумал что-то новое. Я ничего нового не придумал вообще. И не собираюсь. Потому что это не самое важное – стать новатором, например, в чем-то. Гораздо важнее не утерять то, что уже есть. А это вот очень большая проблема. А Фиуми – ну, это эстетически привлекательно, когда тебе 15. Но на уровне там какого-то реального республиканского проекта это, конечно, все не очень серьезно. Ну, Данунсо, поэт, кокаин – все понятно. Спасибо. А, все? Нет, почему, если у кого-то есть… А, нет, вопрос тут еще. Вопрос такой, вот вы говорите о том, что с некоторой критической стороны вы подходите к утилитаризму, но утилитаризм, он может быть не только экономический, но он может быть и моральный. Допустим, я могу рассматривать христиан как утилитаристов, которые видят некие, ну, божественные принципы, которые он распространяет на людей, и вы видите благом, да, и желаете сделать людей более счастливыми, если они будут жить по принципам Господа Бога, и таким образом вы, как утилитарист, видите тоже некого блага для людей. Если есть большинство людей, допустим, ну, в обществе сейчас, мы предположим левых взглядов, которые во многом могут одобрять действия Сталина, в том числе, или какие-то подобные вещи, которые государство совершает с людьми, преступные, в том числе, на мой взгляд. С экономической точки зрения, что плохого в том, чтобы пытаться достучаться до них, пытаясь объяснить им, в том числе, если это будет эффективно, почему хороши принципы свободного общества. И какой вы видите путь, если мы принципиально отказываемся от попытки достучаться через них, через экономические аргументы, вот к таким людям, которые атеисты, да, там, коммунисты и прочие люди, как вы попытаетесь, можете достучаться до их морали? Возможно ли это вообще и стоит ли пробовать? Нет, я сразу отвечаю, как бы сказать, на начало вопроса. Я же и подчеркнул, что утилитаризм, если угодно, работает, когда вы сначала согласились по поводу того, что вы максимизируете. То есть, если вы, например, христиане искали, мы максимизируем, например, благодать или еще что-нибудь такое. Дальше вы говорите, так, а что нас ведет к благодати? Ну, давайте посмотрим, нас святых отцов почитаем, что они там говорят по поводу того, что максимизируют благодать. Это все понятно. Вопрос только в том, что мы не можем сказать, так, какие у меня воззрения? А, утилитаристские. Сейчас буду максимизировать что-то. Понимаете? Вот вопрос, что максимизировать, он не решается внутри утилитаризма. Вы решаете за пределами утилитаризма. Понимаете? То есть, христиане одно максимизируют, а мусульмане другое, третий-третий. А если мы их вместе сложим, это вообще будет нелепость. Мы максимизируем что? Во-вторых, я не говорю, что нет возможности или смысла достучаться через утилитаристские аргументы. Большинство либертарианцев этим и занимается, собственно говоря. Я там показываю, что государство тут неэффективно, там неэффективно. Там Мизес, например, да? Который прямо говорит, я? Мизес же прямо говорит, я вообще вам не пропагандирую капитализм. Я просто вам объясняю, что если у вас есть цель, например, процветания, то социализм к этому не ведет. Просто по экономическим причинам, да? А капитализм ведет. А дальше вы сами выбираете, нравится вам это или не нравится. Поэтому я-то не говорю, что так нельзя делать. Я говорю, что это мне просто неинтересно. То есть мне это, с точки зрения политической философии, неинтересно. Ну, типа, объяснить человеку, почему частная собственность, например, лучше приведет его к благосостоянию, чем ее отсутствие. Ну, мне это просто не нужно. На меня никак не влияет. Все равно. Приведет, не приведет, не побарабан. Ну, на самом деле, не совсем побарабан, потому что можно облачиться кристотелю, который говорит, что частная собственность это правильно и хорошо. Почему? Потому что, например, частная собственность позволяет вам проявлять те добродетели, которые иначе проявить нельзя. Ну, например, там, щедрость. Если частной собственности нет, то щедрость проявить невозможно, потому что, ну, а чем вы щедры? Чужим, что ли, например, да? Но, тем не менее, даже у арестователя таким образом частная собственность причина чему-то другому. Добродетели, да? Например, добродетели. Вот добродетели это важно, а частная собственность это инструмент. И поэтому это не вопрос того, что так нельзя делать, так не надо. Я говорю просто, что мне это неинтересно. И эта часть либертарианской деятельности, просто у меня, как у человека, который больше не занимается вопросами политической философии, не вызывает личного какого-то... Не считаете ли вы, чтобы ограничить свой инструментарий, возможно, который дурго-эффективен, в том числе для того, чтобы морально на них потом воздействовать, объясняя им про добродетель... Так, ну, им-то, на кого я воздействую? А нас считает 5000 человек. Ну, в смысле, понимаете, я... Мне вот... Как бы сказать... Я не считаю себя таким Львом Николаевичем Толстым, который, значит, ходит и на кого-то воздействует. Я делаю свою маленькую работку, понимаете? Кто-то делает более эффективную работу лучше? Пожалуйста, прекрасно. Я просто занимаюсь тем, что вот, чем я могу заниматься, чем я считаю нужным, что для меня лично важно и важно для таких, как я. Кто-то лучше делает там больше... Пожалуйста, прекрасно. Просто я честно признаю свою ограниченность. Вот, и в ней пребываю. У человека есть ограниченное количество времени, там, сил и так далее. Вот, я объяснять, не знаю, сталинистам, что им нужен капитализм, ну, для меня это, как бы, просто нелюбопытное занятие. Тем более, что я не уверен, что всем нужен капитализм. Тем более, сталинистам. Диан Юрьевич, большая благодарность к вам, что вы приехали в Санкт-Петербург. Я надеюсь, что вы еще чаще будете к нам приезжать. Просим также Андрея Сергеевича Быстрова. Прошу, чтобы вы передали, чтобы он посетил наш город. Может быть, студенчество инициативное тоже будет какой-то деятельностью здесь заниматься. Мы ждем. Вопрос такой, как вы относитесь к позиции, что государство местами защищает человека от более страшных идеологий. Но приведу такой, не знаю, насколько подходящий пример. Когда к апостолу Павлу подошли фарисеи и хотели судить его, он сказал, не трогайте меня, я гражданин Рима. И они не смогли ничего сделать ему. И сейчас в России, как ни странно, как многие говорят, у человека есть достаточно много фундаментальных свобод. Я бы назвал это индивидуальная или, может быть, общинная сцессия. Распространены такие субкультуры, как крипто-субкультура, когда человек может какой-то информацией свободно делиться, достаточно безопасно. Распространено одно из сильнейших движений в мире – это семейное образование в России, в России и в Америке. То есть мы можем передавать другому поколению свои какие-то ценности, идеалы. По России живут общины и люди, которые исповедуют разные религиозные, традиционные убеждения и довольно спокойно себя чувствуют и местами счастливы, что живут в России, потому что она защищает их от местами гораздо более страшных идеологий. Первый вопрос – как вы относитесь к такой позиции? И второй вопрос – я надеюсь, что вы ответите, почему вы такое внимание уделяете сну сцепиона, что же ему всё-таки сменилось. Спасибо. Да, но всё-таки сон сцепиона я вас адресую к самому цицерону, в котором, собственно, сон и описан, идеология государства, ну, о государстве, о республике, естественно. Вот, поэтому я бы не хотел сейчас погружаться в интерпретации этого текста, который сам по себе сложный, проблемный и так далее. Вот, а сейчас к первому вопросу – да, так я… То есть, просто для меня это не вопрос государства или не государства. Это вопрос вот фактических обстоятельств. Конечно, я рад, что многие вещи в России ещё возможны, например, которые там невозможны уже в других странах, и ряд процессов, которые в других странах происходят, ну, процессы, связанные даже, например, там, с гендерными переходами, вот этим всем, сатанизмом вот этим всем, что они у нас ещё не набрали, скажем, такую скорость. Другое дело, что я… Понимаете, в чём проблема? Я полагаю, что это не благодаря, а вопреки. То есть, иначе говоря, это потому, что мы здесь всё ещё русские и православные в значительной степени люди, поэтому у нас это не происходит, а не потому, что у нас такое замечательное государство. То есть, я-то полагаю, что как раз у нас государство, как ни странно, ну, не буду сейчас подробно вдаваться, на самом деле понимает, так сказать, лучшие практики других стран и действуют вовсе не исходя из интересов, там, традиционных, там, семейных и так далее, что это риторика. Вот что русские люди всё ещё могут в наших условиях себя хоть как-то от всего этого защищать, это да, и это здорово, и я всячески рад тому, что я родился и живу в России. Но просто я… Это ещё одна, как бы, такая ловушка, да, отождествлять, что это всё происходит потому, что у нас, значит, есть партия правительства, которая, вот, значит, нас всех щедро опекает и, значит, защищает от тлетворного влияния Запада. Эта же самая партия правительства в 90-е с удовольствием бы делала всё то же самое, что делать на Западе, если бы туда приняли. Но когда их туда не приняли, начали использовать риторику, значит, что мы такие вот все традиционные. Ну, для меня вот очень характерный пример, понимаете, это… Ладно, даже не хочу про это говорить. Ну, в общем, я хочу сказать, что традиционность нашего государства сильно преувеличена. Оно традиционно, пока это риторически нужно для того, чтобы вот себя противопоставлять, значит, мировой закулисье и так далее. Но это всё не благодаря государству, а благодаря русским православным людям. Спасибо большое за лекцию. Говорили, что вы не консерватор, но… А, собственно, у меня вопрос. В середине лекции где-то вы сказали, что индивидуализм произошёл примерно из того же либерализма, что и условное супергосударство фашистского толка. У меня вопрос, откуда вообще такое противоречие возникло, поскольку суперфашистское государство, оно как раз-таки противоположное индивидуализму, и означает ли это, что индивидуализм в своей либеральной такой форме, конструкции противен либертарианству? Ну да, ну а логика тут очень простая. Чтобы её схватить, можно почитать, мне кажется, самый в этом смысле честный и последственный текст, это, собственно, Левиафан, в котором чётко объясняется, что если вы сводите человека до феномена индивида, то есть, что это просто такая монада, вот просто человек сам по себе, то никакой другой формы коммуникации между этими людьми, кроме как опосредованной сильным государством, которое всё контролирует, быть не может. Ну, потому что это просто ничто. Человек – это просто ничто. Это просто единица, которая выступает в качестве, ну там, на голосовании, например, да, это один, там, плюс один и так далее. И в этом смысле опосредуются ни религии, там, ни системы этики, потому что, а какая этика, если это просто индивид, да, там, ничем, не семьёй, потому что, а какая семья, если ты просто всегда всё равно один, ну, тебя родили, там, как животное, там, или ещё что-то, сам по себе. Есть только способ защитить всех друг друга от максимального насилия с помощью государства. И поэтому, ну, это, как бы, первый шаг. А второй шаг, ну, хорошо, а если вы действительно все такие индивиды, и нет никакого фундамента стоящего за вами, а почему вы вообще должны беспокоиться о том, что с вами происходит? Так давайте вас отправим в концлагерь, например, ну, и что? А что произойдёт? Ну, просто ещё одного уничтожили. Ну, было 8 миллиардов, стало 7 миллиардов в 999, ну, и так далее. То есть нет никакого фундамента, к которому мы бы обратились и сказали, зачем, за что, почему? А кто вы такие, чтобы это спрашивать? Да просто, вы просто единица. Вы же сами согласились быть просто единицей на выборах. Вас просто считают, как скот. Типа, за этого проголосовало, там, 14 миллионов, за этого 14 миллионов один, например. Просто посчитали, вы ничем друг от друга не отличаетесь, вы просто цифры, как к бухгалтерскому учёте. И, соответственно, когда приходят к власти, про это много писали примитивно к либералам, например, там, в Германии. Когда к власти начали приходить национал-социалисты, а либералы ничего не смогли сделать, почему? А потому что непонятно, а за что они конкретно выступают? Национал-социалисты приходят при помощи демократических процедур. А что вы собираетесь защищать-то? Что вы индивиды? Так мы признали, что вы индивиды. Мы вас посчитали, вы проголосовали. То есть нет ничего, за что либерал выступает содержательно. Он выступает за то, чтобы другой имел право, там, чего-то там придерживаться. Ну, пожалуйста, придерживайтесь. Но нет никакой ценностной системы, которую можно было бы противопоставить. Ну, например, там уже, там, национал-социализм, и никто ничего не противопоставил. Потому что не за что бороться. И поэтому либерал очень легко становится, например, там, левым. Почему? А потому что у левых есть ценностная система. Ну, какая-никакая, но, во всяком случае, есть. Да, они начинают говорить, нет, ну, вот там, так и сяк. И либералы, поэтому, очень легко, там, ну, собственно, 20 веке, это характерный пример, переходили, вот, так сказать, вот в эту сторону. Да, потому что у левых есть повестка, им есть что сказать. А у либералов просто человек, который застрял, так сказать, между, он не туда и не туда. И поэтому он в этом смысле просто не несет никакого положительного тезиса. Потому что там все релятивно, да, там все относительно. Ну, каждый сам выбирает для себя. То есть он ничего не говорит, в конце концов. И поэтому за него скажут другие. Ну, и, собственно, и говорят. И поэтому в либертарианстве просто есть эта интуиция тоже, я поэтому про это так долго сегодня не говорил, которая, естественно, выливается во что? Она выливается либо в либертинство, когда либертарианство воспринимается просто как форма, типа, я полностью свободен делать все, что хочу, там, жить какую-нибудь альтернативную жизнь и так далее. Либо это движение в сторону современного либерализма, то есть либерализма основанного на идее фактического равенства. Ну, что выливается в идеи, типа, там, безусловного дохода базового и так далее. Ну, когда, мы сейчас про это не будем говорить, но либерализм тоже с неиспежностью туда движется, потому что формального равенства остается недостаточно. Потому что, ну, а что такое формальное равенство? Почему человек, родившийся, например, в бедной семье, формально равен? Он формально не равен, потому что он уже не может получить все то, чтобы имели возможность получить другие. То есть он как раз формально уже тоже неравен, но это уже отдельный большой разговор, поэтому либерализм, к сожалению, это такая, когда-то не холоден и не горячий, вот с необходимостью оказывается жертвой той или иной более активной, так сказать, идеологической модели. Не знаю, где-то. На самом деле больше ваше мнение. Вы уже говорили по поводу того, что анархокапитализм уже наступил, да, и идеи революционного периода становятся достаточно мирными, по большей части, в принципе, не агрессии и так далее. Ваше мнение. Будет это сия революция? Или это будет какой-то другой сюжет? Я не прошу вот прям точных правилеров. Что будет, знает только Господь Бог. Я на себя право заниматься пророчествами не мерусь. А уж на что Господня воля, ну, а мы уже будем как-то по-христиански в этом участке. Ну, значит, у него есть точно. Ну, я хотел, наверное, чуть по-другому задать вопрос. То же самое? Не-не, а вот вы считаете феномен национальных государств? Это уже джин, который выпустили в бутылки, все, они успешные, ну, в каком-то смысле. Как, например, Китай. То есть население растет, он менее бедное. Или через пять тысяч лет мы посмотрим и скажем, ну, странная вообще какая-то вещь была. Как вы считаете, феномен он такой, бременный или бесконечный? Ну, все проходит, пройдет и это. Поэтому, я думаю, что, понимаете, национальное государство это просто слово употребления. Это некоторая интектуальная конструкция, которую мы используем, начиная с 17 века, примерно так, как будто ничего не меняется. На самом деле, все очень сильно меняется на протяжении этого периода. Просто мы продолжаем говорить в риторике государства, да, которые апеллируют там к суверенитету и так далее. А на самом деле то, как в реальности происходит, оно очень сильно отличается от того, что про это говорят. Ну, например, Жан Боден говорил там про этот суверенитет несчастный задолго до того, как он вообще появился. Или там тоже Гопс, который говорит про Левиафана. Он говорит это, когда в Англии никакого Левиафана еще, разумеется, нет. Он про это говорит как про нечто желаемое. Но вот эта конструкция, она может существовать, интеллектуальная конструкция, существует, когда этого еще нет, когда это уже есть, когда это уже приобрело другие формы. Но риторика остается той же самой. Поэтому национальное государство, например, 18 века, 19 века, 20 века, 21 века, это все разные конструкции. Мы их просто продолжаем называть одними и теми же словами. Точнее, даже не мы продолжаем называть, а нам продолжают это называть. Для чего? Для того, чтобы продолжать осуществлять контроль. А субъекты этого контроля, формы этого контроля, механизмы этого контроля, они все непрерывно меняются. Поэтому просто есть очень большая концентрация на феномене государства. Со стороны, в том числе, там, либертарианцев и так далее. Хотя, на самом деле, я почему говорю там все время про такие вещи, типа, там, индивидуальные, там, добродетели и так далее. Потому что они, на самом деле, значительно более реальны, чем вот это государство. Да, которое вот, государство, вот мы на нее смотрим, там, закончится оно или не закончится. Да не важно. Важно, что я сегодня делаю. А закончится, ну, оно может продолжать называться так. А будет контроль еще похлеще или оно исчезнет. Ну, короче, понимаете, я просто не концентрируюсь на этом феномене. Потому что, там, допустим, не знаю, англичане и американцы, там, с 70-х, 80-х пишут, например, про феномен того, что называется hollowing out of the state. То есть, выхолачивание. Когда, типа, мы говорим, вот, суверен, монополия. А на деле, если посмотреть, куча функций передается как раз разным негосударственным агентам, например, которые действуют как бы от имени государства. На самом деле, кто не избирал. А им просто как на аутсорс там выдаются разные функции. То есть, а вот этого субъекта, там, из 18-го века, там, Левиафан, 19-го века, его просто не существует, например. Ну, это с точки зрения, там, вот, левой критики того, что называется governance. Ну, в общем, отдельно такая тема. Поэтому, просто мы привыкли, опять же, думать вот этими, такими железобетонными конструкциями, которых, на самом деле, может быть, нет. Просто вы забудьте про государство, выйдите на улицу и думайте, как будто его нет. Вот посмотрите, как ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Ну, или в общем. Спасибо. Вопрос о литератрианстве. Можно ли сказать, что это не политическая философия? Если да, то что это такое? Нет, в либерализме есть момент, который, вот, собственно, его и трансформировал из того, что называется классическим либерализмом в современной его форме. Это идея равенства. Потому что, повторюсь, если мы посмотрим на современных либералов, западных, например, да, то это люди, которые, прежде всего, крутятся вокруг, там, Джон Роуз, например, да. То есть, те люди, которые, вообще-то, занимаются вопросами перераспределения ресурсов. То есть, у нас вот продолжают, там, в 21 веке в России все еще говорить про каких-то таинственных либералов, которые, там, страшные капиталисты, там, их просто не существует в мире. Этих людей нет. Такого либерализма в мире нет. Современный либерализм – это последовательное развитие идеи о равенстве. Ну, то есть, что имеется в виду? Как он, либерализм, возникал? Да, это из критики фундаментального неравенства людей, да, что вот есть феодальные привилегии, есть, там, какие-то князья, есть крестьяне, это все дело нужно разрушать. Первым шагом было формальное равенство, да, давайте уничтожим феодальные вот эти все конструкции, сделаем всех формально равенными перед законом и так далее. Равенство сделали хорошо, но на этом логика-то не остановилась, то есть, есть у нас логика равенства. Дальше мы задаемся вопросом, как это произошло в 20 веке. Ну, хорошо, формальное равенство есть, но мы же видим, например, что люди не равны, де-факто. Значит, у них неравные возможности, например, испытывать счастье в этой жизни. Вот родился ты инвалидом в бедной семье и так далее. Ну, это означает, что проект равенства не реализован, ну, коренца, что феодалов нет. Ну, зато сейчас есть капиталист, например, там, богатей какой-нибудь там или еще что-то, а равенства нет. Так, значит, надо идти дальше. Ну, и, соответственно, возникает современный либерализм, который исходит из того, что нужно перераспределять. Ну, сейчас не буду там, ну, вот Джон Роллс, такой яркий пример либерализма второй половины 20 века. Ну, это еще до Роллса, естественно, началось. Даже в 19 веке, на самом деле, либерал, например, очень многие уступали с большой критикой идеи наследования. Ну, потому что, вопрос, если мы все равны, и если каждый должен получать, как бы сказать, по заслугам, что он заработает, то с какой стати кто-то что-то получает по наследству? Он же ничего для этого не сделал. Значит, например, надо от наследования отказаться, допустим, да? И поэтому либералы в 30-е годы в Америке поддержали Рузвельта, потому что Рузвельт как раз боролся, во всяком случае, с их точки зрения, с социальным неравенством. Да, какой еще рынок, если этот рынок приводит, например, к неравенству? Надо с этим делом бороться. Поэтому, повторюсь, это самое смешное по поводу критики либерализма в России, что это придуманный либерализм, которого вообще не существует. Поэтому его содержание, если бы вы меня спросили, что является содержанием фундаментального либерализма, это идея, я бы сказал, равного доступа к счастью. Вот я бы так это сформулировал. И на самом деле именно в этих терминах сегодня, современный, вот прямо сейчас, левый либерализм рассуждает. Вопросы того, как нам обеспечить равный доступ к счастью. И там огромные страшные теории по поводу того, как надо перераспределять чуть ли не красоту человеческую. Вы же не заслужили родиться красивым или некрасивым, правильно? А извлекает из этого благо. Так, красивый, значит. Ну и так дальше. Вот поэтому я бы так ответил на вашу вопрос. Наше время подошло к леденированию. Ну, спасибо вам, друзья, что вы пришли. Читайте книги, покупайте книги. А я постараюсь что-нибудь еще такое интересное сделать. И если будете приглашать меня в Петербург, я с удовольствием буду приезжать, выступать. Если это поможет. Спасибо большое. А, ну и подписывайтесь на телеграм-канал Сон Сцепиона. Спасибо. Желающие есть что-то подписать?